Долгострой у железнодорожного моста со стороны микрорайона Нагина уже не один год портит внешний вид города. После нескольких обращений городской администрации в суд, собственник, наконец, принял решение о добровольном сносе недостроя. Тему продолжит Инна Шенина. Серый, сырой, с мрачными глазницами пустых окон он уже не один год встречает жителей и гостей города, спускающихся с железнодорожного моста в сторону микрорайона Нагина. Как бельмо на глазу. Его давно уже нужно было снести. Ходишь и боишься. Посмотрите, с этой стороны разрушено здание, с этой стороны это хорошо никого не убило. И дети, я когда вижу детей, мне даже плохо становится, они по этой стройке мотаются. Здесь живу постоянно, говорю, фонтан был, скамейки были, потом стали на болоте строить. Карасей бы запустили. Он долго на самом деле же не простоит, он в одежде стоял еще какое-то время. Там сам фундамент скоро развалится. Но тут и люди, наверное, не будут тоже жить. Это же невозможно будет возле дороги жить. Ну, вообще надоело. Администрация городского округа не один раз подавала документы в суд на снос незаконно строящегося объекта. Однако кирпичное пятиэтажное строение с завидной регулярностью меняло собственников по родственной линии. И от этого судебные разбирательства неумолимо затягивались. Ближайшее судебное заседание назначено на 19 октября. В рамках проведенной по делу судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что данный объект незавершенного строительства не соответствует строительно-техническим, градостроительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, пожарным нормам и пожарным нормам и правилам. Также данный объект угрожает жизни и здоровью граждан и нарушает права и законные интересы третьих лиц. Собственник здания, очевидно осознав проигрышность своих позиций, 8 сентября приступил к демонтажу строения. Провели анализ, как лучше сносить здание. Пришли к выводу, что если его сносить одномоментно с использованием тяжелой техники, то очень велика вероятность разлета обломков и повреждения ближайшего дома, моста и автостоянки. Поэтому принято решение, аккуратно снимаем фермы сверху, после этого используя бетонные резаки, срезаем верхние этажи. Администрация городского округа намерена добиваться взыскания судебных расходов за проведенную экспертизу в размере 300 тысяч рублей собственника самовольного строения Романа Керницкого. Редактор субтитров А.Семкин